всем привет снова включаемся только гуляли с вами по вроцлаву и почти уже вышли площади рынок ну вот смотрите красота лепота сейчас идем смотреть главную центральную площадь вроцлава так и так мы когда вышли даже такая вот это да сейчас чувствую все посмотрим и площадь и это здание да это улица виташтворца в отеле его имени мы жили в кракове зачем-то даже сказала мне останови останови и хотела показать какие-то балконы наверно в тропическом стиле для вам их тоже показываю улица витт виташтворца вот идем с вами это здание великолепное посмотрим суша что так много этих про маршруток белых потому что наверное этот праздник и они сюда привезли еще 300 я там а что за здание такое мы еще не выяснили до туя я думаю что туя да и не знаю кто знает пешки в комнате мне похоже на тую очень красивые дорожки с цветами сейчас перейдем честно хочется с вами перейти посмотреть знание еще и стенок потому что я уже писала сегодня он писала говорила в прошлом видео что 32 и знаете так она чувствуется у красота давайте с вами рассматривать ну правда красиво если кто-то узнал здание быстрее чем наташа нашла в гугле пишите люди отдыхают здесь ну давай обойдем 20 старая пойдем мне кажется да давай говорить гугл у нас путает кстати опишите реально вы с гуглом находите иногда ведет просто в другую сторону мне это было не раз особенно в киве в этом году это просто как прикол какой-то что мы больше посмотрели спасибо здание очень красивая вообще старина давнина как мы любим будет рыночек уже есть кстати уже есть там по-моему же вещи продаются мне кажется футболки какие-то даже странно думала будут продаваться сейчас именно какие-то такие вкусняшки так сейчас площадь рынок он вот там вот осталось а мы что-то здесь много очень людей здесь но мы нарисованы пока ничего не ясно на рим он сейчас а вот я не знаю святой ног долин в русском это что за него мостик покупный ценник покупать билеты мне тут покупать билеты чего-то там вот сюда помку от лезть надо это сувениры да это нужно это сувениры пока в сувениры не идем давайте пока что-то с вами обойдем посмотрим что это у нас такое вот прям вот не выключаю камеру прям вместе идем и прям снова что-то интересное короче однозначно это или кафедра или кафедральный собор там это святой магдали и тут еще он там по понедельникам господи какой он большой машины нет сейчас просто пытаюсь вам его показать отхожу просто отхожу отхожу и ура что наташ говори значит это наверх это подниматься это вот здесь это здесь подниматься но я знаю что на святой лишь бы ты и еще где-то и где-то есть лифты скают аури есть лифт это один из вьюпоинтов но он на пятом месте по моему на первом sky tower на втором забыла что кафедральный собор на тумском острове это не тумычный на тумском острове и на третьем эльжбеты это не эльжбеты катедра кафедральный так вот давайте сейчас он четенько покажу уже чтобы не было значит кафедральный собор мария магдалина все так и гномик вот это он присел конечно на мотоцикле присел гномик прям возле собора а вот об такого действительно можно споткнуться пятерик дала мужчина улыбнулся после как наташа гномику подбежала чему же поулыбался ночью надо улыбаться так ну давайте заглянем внутрь на мы с вами в шикарном соборе так вроде камеры разрешены ну пошли вперед но здесь камеры перечеркнут и поэтому снимем отсюда чтобы не раздражать людей все мужчины проходите проходить да мне нравится когда храмы божьи простенькие со вкусом без всякого золота и всего остального вот такой он собор святой марии магдалены давайте еще здесь посмотрим потому что красиво в принципе не ладно не пускаются камеры так не пускают чего не будем людей раздражать и магазин сувениров куда мы все-таки решили заглянуть смотрите открыточки кстати несколько красиво надеюсь мы это с вами все посмотрим три злотые три четыре злотые доллар практически да наверное на 4 злотые это один доллар ну посмотрим прошла с было 397 я когда писала цены составила это тот же только с другой стороны сделан он конечно так прикольно сырости не так ого люди прям застряли что здесь а что очередь какая-то это касса до всякие футболочные помните мы во львове на ратушу забирались ну скажем так я же говорю что это на пятом месте по моему hb это на 3 4 к а 18 и 4 5 евро они легкие я думаю это это магнитик да это магнитик ну прикольно но я думаю что где-то можно обойти и будет дешевле вот 6 и 5 евро 7 и 5 евро ну прикольно из взрослова кто-то привозил но не просто это а мне вот это нравится вот с футбольным мячом если на леду такого будет здорово сфоткаться очень много магнитов а вон тоже с гномом ну дал город гномов то основном магнит это в принципе понимаю это уже в евро вот так что и переводить вам особо не надо вот красивый магнитик кстати интересно сколько он стоит она 14 злотых но тут цены дороговатые сразу вам скажу вот этот вот гном который мы с вами только что увидели гномики наверно наверху на ратуше а вот просто целая куча гномов это памятники реально он даже давай походим по городу мы что не последний день просто мне кажется здесь я будь дорого аккуратно ребят я не трогаю дома снимать не прикольно мне могли бы я хочу выйти там же выйти там же все вот так много злотых я так поняла наверх поднять это не так-то дорого тоже платишь вот уже уход наверно прыжок вниз куда люди поднимаются ну вот такой интересный дост как собор свытое магдалины прикольный мне еще все-таки очень сувениры понравились ломики просто просто отпад мне классные магниты можно же несколько взять шопала как коллекция главное чтобы они когда падали упаси боже не разбились жгу меня было было расстройство в моей жизни красиво так выходим собака собаку на 4 собака кстати здесь магнитки помните мы с вами монетку делали в музее шинлера 10 злотых собачка стоп ну что выходим идем гулять на рынок ну что вот такой мы с вами посмотрели дост марии магдалены кафедральный собор и сувенирчик который вы можете привести взрослого сувениры кстати классные сувениры классные но мне кажется вот дешевле будет пройти чуть-чуть так что все покажем все расскажем сейчас верность таки попробуем дойти до площади рынок еще раз собор большой 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 красивый ну вот собачку выставили ибо велась и хозяева так выглядывают ибо вела себя неподобающе иду и попить ну правильно молодцы хозяева смотри водичку принесли и и покушать какой-то дружбан гав-гав люди в кафе все хорошо вырослав к нам очень добрый